Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня опять будет минутка кулинарии. Я хочу показать вам, как можно из 2,5 килограммов свежей хурмы сделать потрясающе вкусную, сладкую, ароматную, натуральную вяленую хурму. Для начала хурму необходимо подготовить. Для этого берем плод и вырезаем плодоножку. Делаем это очень осторожно, чтобы не порезаться и не вырезать лишнее. Вот такая вот красота у нас должна получиться. Каждую хурму необходимо разрезать на 4 части. Забыла предупредить, что для приготовления вяленой хурмы необходимо выбирать плотные плоды. То есть сочные и мягкие категорически не подходят. Потому что в процессе сушки вся жидкость будет интенсивно испаряться. И в итоге у вас получится не вяленая хурма, а сушеная шкурка. Ну и главный герой вяленя хурмы это дегидратор. Конечно, вяленую хурму можно приготовить без дополнительных приспособлений. Но при помощи бытовой техники этот процесс идет гораздо быстрее. На поддон дегидратора укладываем хурму в один слой. И делать это нужно на небольшом расстоянии. Каждый ломтик не должен соприкасаться с другим. Чтобы процесс вяленя шел равномернее. 2,5 кг хурмы у меня разместилось на трех ярусах дегидратора. А теперь на дегидраторе необходимо выставить время и температуру приготовления. Так, 10 часов это мало. Один цикл где-то будет 18 часов длиться. И температура 60 градусов. Вот так вот выглядит промежуточный результат после нескольких часов сушки. А вот и готов результат. Из трех поддонов получилось у нас после полного цикла просушки полтора. Из 2,5 кг свежей хурмы у нас получилось 600 г вяленой хурмы. Конечно, по цене это получается не вполне бюджетно, но по крайней мере мы знаем, что это натуральный продукт. Хурма готовилась без приготовления сахарного сиропа, какого-нибудь там технического масла и прочих консервантов, которые используются для хранения. То есть это 100% натуральный и 2000% вкусный продукт. Надеюсь, вам понравилось и было полезно это видео. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока-пока!